итак друзья я вас всех приветствую настал тот день когда больше невозможно скрывать правду и сегодня мы рассмотрим кадры которые прислала мне елена она живет на юге и вначале посмотрим ее оригинальные кадры а потом все очень внимательно разберем и 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 Продолжение следует... 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 Но сейчас мы будем смотреть все еще более внимательно и четко. Сообщу вам дополнительную информацию, что события происходили с 20 на 21 августа 2020 года на востоке Казахстана. Итак, смотрим же внимательно эту атаку в еще более крупном плане. Здесь мы сможем увидеть и огонь, и вот они вспышки, и всю трагедию, которая случилась там, прямо в небесах над нашей головой. Максимальное увеличение. Вот сейчас видна эта очень яркая и бело-красная вспышка огня, который разрушил частично этот объект. Как я понимаю, что сейчас идет величайшая война за наши жизни не только на Земле, но и там в космосе. Конечно, самое ценное, что у нас есть помимо нашего физического тела, еще и душа. Это их тоже самая главная цель, которую они хотят захватить. Огромное количество человеческих душ, чтобы управлять ими по своему распоряжению. Давайте же еще раз насладимся всеми этими невероятными кадрами. И попрошу вас передать и распространить эту информацию как можно большему количеству людей, зрителей, знакомых. Потому что все уже выходит из секрета, из-под контроля властей, которые постоянно хотят скрыть от нас, от всего человечества, что именно происходит сейчас вокруг нас. Нас пичкают новостями из телевизора и интернета и отвлекают от самых главных тем, которые сейчас мы видим прямо своими глазами. Елена, автор этого ролика, наблюдала эти странные объекты и движения в течение полутора часов. В конечном счете, она решила попробовать снять все это на телефон, в надежде, что ей удастся запечатлеть все эти боевые действия космического масштаба. Попрошу каждого из вас тоже дать оценку увиденному материалу и высказать свое мнение, что именно вы думаете по поводу невероятных кадров, которые нам предоставили. Я лично доверяю этой информации на 98%, потому что все мне кажется очень убедительным и правдивым. Давайте же смотреть правде в глаза, а не прятаться за ту историю или научную информацию, которую обычно нам преподносит и старается укрыть самые значимые события в нашем мире. Если мы увидели реальное НЛО, то так и нужно говорить. Мы увидели чужие цивилизации, технологию, к нам прилетели, с нами хотят общаться и не надо все это скрывать и прятать. Цели этих инопланетных созданий нам тоже неизвестны, но в любом случае мы должны смириться и попытаться наладить контакт, а не просто варварски разрушать и пытаться сбить эти странные и очень любопытные для нас объекты. Поехали, пока и бум! Продолжение следует... Продолжение следует...